Особенности выращивания гибрида томатов Торнадо. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, описание И характеристика, показатели урожайности Томат Торнадо F1 вывели в России в 1997 году, а государственную регистрацию он получил чуть позже, в 1998 году. Его выращивают как в открытом грунте, так и под пленочными укрытиями. Средне-ранний гибрид Торнадо пользуется большим спросом у огородников и фермеров-любителей. С того момента, как Вы высадили рассаду, и до полного созревания первых плодов проходит 105-110 дней. Штамбовое, детерминатное растение имеет высокий рост 150-190 см. Спелые плоды характерного красного цвета, внешний вид аккуратный, округлый. Средний вес плодов Торнадо 60-80 грамм, в южных регионах – до 120 грамм. Вкус томата по отзывам огородников сладковатый, с настоящим помидорным ароматом. Универсален в использовании. Культура предназначена для выращивания в открытом грунте, но более богатый урожай приносит в тепличных условиях. Растение имеет иммунитет к основным вирусным и грибковым заболеваниям – табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и вертицеллюзу, но иногда все же болеет. Плотность посадки – 3 куста на квадратный метр. Таким образом получается урожай до 18-20 килограмм. По фото и отзывам о томате торнадо, при создании хороших условий с одного куста получают 6-8 килограмм. Более подробные характеристики перечислены в таблице – параметры показателей тип куста растения. Детерминантная, ветвистость умеренная, со средним образованием зеленой массы. Листья темно-зеленые простые, крупные. Высота куста 150-190 сантиметров – способ выращивания районирован для разных областей. Хорошо плодоносит в тепличных укрытиях, но его основное предназначение – выращивание в незащищенном грунте. Урожайность 6-8 килограмм с одного куста. Плоды при созревании и плоды приобретают красный цвет. Имеют круглую однородную форму. По весу томаты некрупные, средний вес 60-80 грамм, в южных регионах достигают 120 грамм. Мякоть мягкая, мясистая. Вкус отличный, сладковатый, приятный. Количество камер 4-6, содержание сухих веществ 5%. Транспортабельность томаты хорошо хранятся и переносят длительную транспортировку. Сроки созревания среднеспелый сорт. Первые созревшие плоды появляются через 105-110 дней после появления первых всходов. Устойчивость к болезням имеет очень высокую устойчивость к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и вертицеллезу. Плюсы и минусы из описания помидоров торнадо можно выделить основные плюсы – высокая урожайность, универсальное использование плодов. Отличные сортовые качества помидоров, красивый товарный вид, устойчивость к инфекциям, грибкам и насекомым вредителям. К минусам относятся – нетерпимость к перепаду температур, небольшая склонность к растрескиванию. Как выращивать ростки начинают высаживать в открытый грунт только после того, как почва прогрелась. Этот показатель зависит от региона. Семена высеивают за два месяца до планируемой пересадки в открытый грунт. Февраль-март считаются оптимальными месяцами, чтобы сажать семена. Подготовка семян Подготовьте семена и приступайте к посеву. Забота о семенах ускоряет и увеличивает всхожесть и помогает избавиться от различных инфекций. Подготовка посадочных семян Для начала просмотрите все семена и отберите материал, способный прорасти. Почерневшие и поврежденные семена удалите, а с правильной ровной формой оставьте. Можно сделать это более простым способом – немного подсолить воду и замочить на 30 минут в ней посадочный материал. Испорченные семена всплывут на поверхность, а хорошие осядут на дне. Гибридные томаты обрабатывает производитель. Но если вы не доверяете поставщикам семян, используйте средства на выбор – перекись водорода или марганцовку. В выбранном средстве замочите семена на 2 часа, а после тщательно промойте водой. Также для раннего прорастания замочите на 12 часов в стимуляторе роста. Эти препараты продаются в магазинах. Из домашних средств используют сок алоэ. Емкости почвы высевают семена в одну большую емкость – лоток или ящик. Приобрести их можно в специализированном магазине или сделать самостоятельно. При выращивании нескольких кустов семена можно сеять сразу в отдельные емкости. Торфяные горшочки и таблетки хорошо подойдут. Когда растения подросли, их пикируют и пересаживают в отдельные емкости, которые должны быть не менее 300 грамм. Для рассматриваемой культуры лучше выбрать легкую почву. В магазинах большой выбор грунта для посадки томатов. Другой вариант – сделать смесь самостоятельно. Возьмите в равных пропорциях торф – дерны перегной. Обеззараживают не только семена, но и почву и емкость. Землю можно прокалить в духовке и полить раствором марганцовки. Емкости стерилизуют спиртом или высокой температурой, либо протирают тару перекисью водорода или марганцовкой. Посев Когда почва приготовлена, переходите к посеву. Сделайте небольшие канавки глубиной 2 см на расстоянии 3 см друг от друга. Через 2 см друг от друга разложите семена. Сверху присыпьте почвой. Обильный полив не требуется, достаточно увлажнить землю из пульверизатора. Дальше накройте емкость пленкой или прозрачной крышкой. Поставьте в теплое, хорошо освещенное место. Если сверху на покрытии появится конденсат, его нужно удалить, чтобы не было переизбытка влаги, протерев тряпочкой. Семена можно посадить и другими способами. Ниже представлен один из самых интересных и необычных. Выращивание рассады без земли понадобится пластиковый лоток для пищевых продуктов. Можно приспособить пластиковую бутылку, разрезав предварительно на две части. Возьмите мягкую бумагу, салфетки или туалетную бумагу, и застелите дно емкости. Сверху накройте несколькими слоями бумаги и пленкой, в которой проделайте несколько отверстий, чтобы семена дышали. Увлажняйте по мере высыхания из пульверизатора. Выращивание и уход Если вы хотите получить здоровые растения и порадовать себя богатым урожаем, необходим правильный уход за рассадой. Тогда растения спокойно перенесут пересадку на постоянное место. Как же правильно это сделать? Как только появятся 2-3 настоящих листочка, сразу пикируйте ростки в отдельные емкости. При выемке растений из земли главное – не повредить центральный корень. Аккуратно переместите растения на новое место. Увлажнение почвы требуется только по мере высыхания. Поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры. Главное – не касаться самого растения, а увлажнять только землю. В период выращивания рассады требуется не менее трех раз удобрить почву. Удобрения должны содержать в себе сбалансированный комплекс полезных веществ. Через 10 дней после пересадки первый раз удобряют почву, а последний – за 3 дня до пересадки в грунт. Важный пункт пересадки растения в грунт – закаливание. Производят его только после того, когда средняя температура установилась выше отметки плюс 8 градусов Цельсия. Рассаду выносят на свежий воздух, постепенно увеличивая время пребывания на улице. Как вырастить помидоры на постоянное место рассаду высаживают после прогрева почвы. Обычно это вторая половина мая. Посадка растений обильно поливают и подкармливают за 3 дня до высадки, так как после пересадки почву не увлажняют в течение двух недель. Грядки для пересадки рассады готовят с осени. Очищают от остатков растений, а почву вскапывают. Грунт удобряют золой и перегноем. Весной землю требуется еще раз вскопать и продезинфицировать, поливая раствором марганцовки или медного купороса. Затем выкапывают лунки, расстояние между ними выдерживают 50-60 см. Расстояние между рядами оставляют 60-70 см. Посадочные места лучше разместить в шахматном порядке, это сэкономит место. Непосредственно перед посадкой рассаду аккуратно извлекают из горшков вместе с комом земли и помещают в лунки, формируя корни к центру. Лунки с растениями заливают водой комнатной температуры. Когда вода впитается, засыпают грунтом. Уход за растениями томаты торнадо F1 нужно регулярно поливать, рыхлить и периодически удобрять почву. Под кормка грунта должна быть внекорневая. Пасынки томатов развиваются плохо, поэтому растения не тратят питательные вещества на лишнюю зелень. Удалять пустые побеги все же нужно, чтобы сформировался один стебель, штамп. Особенности выращивания и возможные трудности при выращивании томатов Торнадо начинающий садовод может столкнуться с рядом трудностей. В списке представлены основные из них. Куст вырастает относительно высоким, поэтому требуются подвязки и посынкование. При бедности грунта может формироваться мало завязей. Количество подкормки необходимо увеличить. При образовании на растении большого количества зелени плоды начинают мельчать и медленно спеют. Это говорит об избытке азота в почве. Корректируйте количество удобрений. Плоды вырастают маленькие. Уменьшив количество цветков, вы увеличите вес помидоров. Растрескивание и водянистость плода. Это говорит о том, что садовод удалил слишком большое количество листвы, и вся вода перешла в томаты. Нюансы выращивания в открытом грунте и в теплице. Торнадо подходит как для выращивания в теплице, так и в открытом грунте. Особых отличий в уходе за этими растениями в обоих случаях нет. Если выращиваете в тепличных условиях, необходимо проветривание. Открывайте окна и двери. Если рассмотреть открытый грунт, здесь необходимо мульчирование. Для этого используйте сено, мешковину, солому и пленку. После пересадки в открытый грунт растения на ночь или в холодную погоду необходимо накрывать пленкой, а в теплое время снимать. Профилактика болезней и вредителей. Гибрид торнадо устойчив к основным грибковым и вирусным заболеваниям. Но без профилактических мер риск заражения остается. Семена и грунт, в которые их высаживают, обрабатывают обеззараживающими растворами. Взрослые растения опрыскивают фитоспорином или другим нетоксичным биопрепаратом с антигрибковым эффектом. Отзывы огородников Отзывы о помидоре торнадо положительные. Огородники, которые культивировали его, остаются довольно урожаем и выращивают его снова. Людмила, город Тверь, в прошлом году собрала большой урожай томатов торнадо. Плоды все одинакового размера, крупные и на вкус сладкие. Отлично хранятся несколько месяцев. Используем их в свежем виде для салатов и в консервации. Татьяна, город Воронеж, хоть и требует к себе внимания, но плодов завязывается много, большие кусты полностью увешаны помидорами. Уделяйте время уходу за томатами, и они вознаградят ваши труды богатым урожаем. Заключение томат торнадо – это гибрид с яркими красными, сладковатыми на вкус плодами идеальной круглой формы. Они достигают средних размеров 60-80 грамм, а в южных регионах – 120 грамм. В них содержится большое количество сахара, витаминов и минералов, что помогает оставаться здоровым и заряжает энергией. Чтобы не разочароваться в этой разновидности томатов, необходимо соблюдать температурный режим, своевременно вносить подкормки и поливать растения. Сорта томатов для открытого грунта watch this video on YouTube.